Всем привет! Я хотела бы поговорить о популярности. Конечно, разговор можно начать тем, что сейчас повсюду соцсети, и все люди помешаны на внимании, на популярности, на рейтингах, на лайках, но на самом деле о ней мечтали все и всегда, и актуальна она была всегда. Дело в самом устройстве соцсума. Вспомните школу. Если вы популярны, если вас знают все, если вы в чем-то самый активный или самый веселый, или там нравитесь всем девочкам, то вам больше внимания, вам привилегии различные, и, собственно, это удобнее, чем быть простым. Но обычно всем это в какой-то момент надоедает. Я говорю о тех, кто непосредственно становится популярным. Это тяготит, это излишнее внимание, это отсутствие личного проста. Жизнанство и времени, которое ты тратишь на себя, не задумываясь о том, что об этом подумают другие. Но об этих минусах никто не задумывается, и люди зачастую готовы на все, лишь бы обрести вот это внимание, обрести эту популярность и известность. Дети, подростки подразумевают под этим избавление как раз-таки от собственных недостатков. То есть раз я буду интересен своим подписчикам, их большому количеству, значит, я буду идеальным. Но аудитория растет, популярность растет, а собственные проблемы психологические, они никуда не уходят, потому что как раз-таки к этой известности и к этой популярности нужно быть готовым, и идти к ней нужно здоровым путем. Я под этим подразумеваю талант, какой-нибудь навык, какие-нибудь способности, которые человек целенаправленно, разумно, осознанно развивает, но не кричит об этом, не старается заполучить все внимание еще на моменте закладывания фундамента. Откуда оно будет, когда ты еще никто? Но в современном мире такое случается постоянно, и потом вырастают вот такие сомнительные знаменитости. Поэтому я уже давно пришла к выводу, что популярность не важна. Она даже является чем-то лишним, особенно когда ты еще идешь свой путь. И если есть то, чем тебе нравится заниматься и хочется заниматься, и у тебя это получается, то не в популярности дело, а дело в том, чтобы каждый твой день приносил тебе удовольствие. Вот этот процесс увлечения каким-то делом своим, чтобы он тебе нравился, а не конечная цель в виде миллионов подписчиков, зрителей, просмотров и так далее. Творческой личности всегда нужен отклик. Это неоспоримо. Поэтому, опять же, в детстве, если мы играем в какой-то школьной пьесе, нам нравится, нам нужно, чтобы нас признавали, чтобы нам аплодировали. Или если мы начинаем заниматься каким-то блогингом, творчеством, выкладываем свои рисунки, нам тоже хочется, всем хочется, чтобы им писали. Но размеры этого отклика, количество этих мнений, отзывов, не оно должно быть решающим. Не то, сколько людей вас похвалило, подписалось и прочее, а то, как вы себя чувствуете и какое удовлетворение получаете вы. Ну и возвращаясь в нашу современную реальность со всеми соцсетями, хочу сказать вам, вы задумайтесь, если действительно это очень сильно вас тревожит, сколько у вас подписчиков и какому количеству людей вы интересны. Потому что это сигнал о том, что у вас есть психологические проблемы, которые находятся у вас в голове, а не в телефоне и не в компьютере, которые нужно решать. Вот такие у меня мысли. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok